Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня я расскажу вам о 7 секретах бритья, которые каждому мужчине следует знать. Если бы я мог вернуться на 25 лет назад, я бы очень оценил эту информацию. Но, к сожалению, я этого не могу сделать. Зато у меня есть подрастающий сын, который вот-вот начнет бриться. И я с ним уже поделился этими советами. Это, возможно, и вдохновило меня сделать это видео. Я также прилагаю к этому видео бесплатную книгу, которая есть на сайте Real Men Real Style. Эта книга поможет перейти вам от картриджных бритв к безопасным бритвам. В ней также есть информация об опасных бритвах, кремах и других продуктов для бритья. Ребята, в этой книге, которая чуть больше 20 страниц, также есть карта бритья, о которой я расскажу буквально через пару секунд, после того, как расскажу о 7 секретах. Так, эти 7 советов-секретов я нашел в ходе своих исследований и понимания того, что многие мужчины не знают и даже не думают об этом. Так что, надеюсь, вы научитесь чему-то новому. А также, если вы знаете какой-нибудь секрет, о котором я не упомянул, будет здорово, если вы им поделитесь в комментариях под видео. Секрет номер один. Вырабатывайте привычку. Заметьте, я не сказал «следуйте привычке». Лично я, когда мне было 14, я попал под влияние привычки. Я понятия не имел, что я делаю. Я просто купил крем для бритья, одноразовую бритву. Я точно не понял, что делать. Я водил бритвы против роста волос и старался разобраться, что да как. Так что, ребята, вам надо выработать привычку. Поизучайте, скачайте книгу, зайдите на различные форумы. Узнайте различных видов бритв и кремов и прочих фишек, которые позволят вам бриться без проблем. Ребята, мы все различаемся. У нас у каждого разная кожа на лице. Щетина отличается толщиной, как она растет, ее количеством. Так что, разрабатывайте свой порядок и привычку. Это то, что вы будете делать день за днем. Это понадобится для того, чтобы начать экспериментировать. Когда вы уже не первый раз бреетесь, и вы уже на автомате это делаете, тогда наступает момент, когда вы можете начать пробовать различные виды кремов. Также пробовать масла перед бритьем, испытывать различные лезвия. Тогда, изменяя всего лишь один фактор, вы можете приблизиться к идеальному результату. Секрет номер два. Подготавливайте ваше лицо тщательно. Это значит размягчить щетину. Самый простой способ – это бриться после того, как выходишь из душа. Потому что, когда ты принимаешь теплый душ, то вода начинает смягчать волосы на лице. Если нет, то можете попробовать прикладывать горячее полотенце на лицо на пару минут. Проблема, которая относится ко всем, это очень мало времени по утрам, чтобы собраться. Вы можете попробовать использовать крем для бритья. Просто нанесите его на лицо, потом почистите зубы или сделайте что-либо еще. Дайте немного времени щетине размякнуть, и уже потом бреетесь. Ребята, подготовка – это ключ к успешному бритью. Секрет номер три – больше лезвий не означает лучшее бритье. У меня тут есть картриджная бритва, я ее тестировал, у нее шесть лезвий. И могу сказать, что это не дало мне никакого достойного результата. Она пропускает места и очень громоздкая, не подходит для меня. Это одноразовое с тремя лезвиями вообще-то мне больше понравилось. Это опасная бритва всего с одним лезвием приносит восхитительный результат, но занимает, конечно, больше времени. И вот эта безопасная бритва всего с одним лезвием мне приходится больше всего по нраву. Прикол в том, что мы живем в мире, где каждый пытается продать вам больше. Больше мегапикселей, больше лезвий. Мне порой кажется, что скоро появятся бритвы, у которых будет 20 лезвий, и одним движением вы сможете и так далее, и тому подобное. Не ведитесь на эти разводки. Больше лезвий не означает лучший результат. Секрет номер четыре и номер пять. Я их скомбинировал вместе. Используйте масло для бритья. И поймите, что есть разница между кремом для бритья и качественным кремом для бритья. Итак, масло. Если вы не знакомы с этим, то, возможно, пора попробовать. Эта штука восхитительная, особенно если у вас есть раздражение после бритья. Это масло у меня в руках сделано компанией Blades Grim. Они вышли из StyleCon. Мне нравится их продукция. Итак, крем для бритья. Многие из вас пользуются такими кремами под давлением. И возникает один момент, что когда в баллоне есть газ, и он выталкивает крем, то лучше от него отказаться. Лучше перейти на крем, который можно выдавливать из тюбика. Или если он хранится в контейнере. Вы можете пойти в супермаркет или торговый центр, или купить такие продукты онлайн в интернете. Но я могу точно сказать, что этот крем будет намного лучше, чем крем в баллоне, потому что в них нет вредных химикатов. И когда вы используете их вместе, у вас, наверное, вопрос, как это делать? Итак, вначале наносите масло, а затем наносите крем. И когда у вас слой масла и крем на водной основе, то они не смешиваются и создают два слоя. И эти два слоя отлично смазывают кожу. И когда вы бреетесь, то лезвие гладко скользит по лицу. Секреты бритья номер шесть. Используйте кисточку для нанесения крема для бритья. Многие используют руки для нанесения крема. Это нормально, если время поджимает. Но если у вас есть возможность воспользоваться кисточкой, то используйте ее. Потому что она лучше распределяет крем. Она сделает так, чтобы он проник под щитину. Она намного лучше справляется с этой работой, что сделает ваш опыт бритья намного лучше. Последний совет номер семь. Никогда не брейте одно и то же место дважды. Что я имею в виду? Ребята, брить одно и то же место снова и снова, это неправильно. Я говорил о масле для бритья и креме, и как это важно. Так что, когда вы их наносите и затем проводите по одному и тому же месту пару раз, то все в порядке. Но если вы не используете масло и используете дешевый крем, это прямой путь к получению раздражения. Самый лучший вариант, это когда проводишь лезвием только один раз. И когда крем заканчивается, не стоит брить по этому месту снова, иначе будет раздражение. Если необходимо идеально выбрить лицо, возможно, вы пропустили некоторые места, где-то там под подбородком, то в таком случае лучше всего это промыть лицо, нанести заново крем и затем снова побриться. Но не брейтесь насухо, иначе появится раздражение и сыпь. Итак, ребята, это были 7 секретов идеального бритья. Если я пропустил что-либо, пожалуйста, пишите в комментариях. И просмотрите книгу, в ней есть классная штука, карта бритья. Вы ее сможете скачать, распечатать и делать с ней все что угодно. Эта карта помогает разобраться с тем, как растет щетина на вашем лице, и как лучше всего ее брить. Многие никогда такого не видели, так что я думаю, вы можете попробовать посмотреть на эту карту и почитать книгу, и тогда сможете точно добиться самого лучшего эффекта от бритья. На этом все, ребята. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.